Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Захотелось мне тут свиных ребрышек, приготовленных в идеологии low and slow, то есть при низкой температуре в течение длительного времени. Я как по заказу взял в магазине вот такую красоту. Посмотрите, ну чудо же! О, какие мясистые, а! Просто красотень. Редко здесь такие бывают. Но свинина сама по себе мясо, мягко говоря, не очень яркое, поэтому я решил добавить ему немного красок. И в качестве красок у меня сегодня красное вино, имбирь, соль, чили, перец, апельсиновый сок, и цедра апельсина, сок лайма, и вот цедра. Кроме того, понадобится мед, зеленый табаско, соевый сок. Короче, прочитайте все в титрах. На гарнир я набрал вот картошки, чеснока, лука и всяких других овощей. И понадобится немного свежего тимьяна. Посадил тут кустик, чтобы на грудь не мотаться, как обычно я это делаю. Вот столько будет достаточно. Ну что, приступим к процессу. Сначала надо снять пленку. Соль и вино. Музыка. 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 Да. Музыка. Продолжение следует... Процесс маринования пошел. Если у вас есть время, оставьте его на полчасика-час. Будет классно. Если времени нет, не страшно. Позже покажу, что делать. Пока займусь углями. Решил сегодня свой маунтинг-смокер использовать. У него-то два уровня решетки расположены. То есть я одновременно могу и овощи, и картошку готовить. А на гриле у меня помещается, к сожалению, только что-то одно. Чтобы времени не терять, пока подготовлю овощи. Продолжение следует... Продолжение следует... Но на самом деле этим можно было заняться и позже. Примерно через час-полтора после начала запекания ребер. Угли между тем разгорелись. Пора. Чтобы прямой жар отсечь, сюда наливаю воды. Это решетка для овощей. А это для мяса. Пока накрою крышкой. Когда вода нагреется, получится под крышкой паровое облако. В результате мясо не пересохнет. Напоминаю, я говорил про маринование, на которое у меня сегодня нет времени. Поэтому я воспользуюсь шприцом. Вот такое ускорение процесса. Все, процесс пошел. Low on slow в данном случае означает время запекания от 2,5 часов до 5. А температура от 120 до 160, ну, 170 градусов. Понятно, что чем выше температура, тем меньше время запекания. Мясо таким макаром можно и в гриле запекать. Совершенно не обязательно использовать маунтинг-смокер. С одного боку насыпать углей, а с другого боку положить продукт. Крышкой накрыть. И температуру регулируется, соответственно, открыванием-закрыванием поддувал. Верхнего и нижнего. Но, как я уже сказал, в таком случае у меня на решетке поместится что-то одно. Либо мясо, либо овощи. Короче, все запекается. Температура устаканилась. Встретимся через полтора часа, а как раз будем овощи закладывать. Все отлично, как видите. Ну и пока можно заморочиться с приготовлением глазури. В стартере горит очередная партия угля. Сюда отправляется маринад, мед и соевый соус. А теперь остается довести до кипения и упарить его практически втрое, а то и в четверо. И только в самом конце, когда весь этот соус, весь маринад упарится до нужной негустоты, я получившуюся глазурь буду управлять на вкус. Если сейчас этим заняться, то в процессе выпаривания концентрация возрастет. И соленостью можно будет здорово промахнуться и со стартой, и с перцем. Понимаете, короче. Смотрите, какой. Острый, сладкий, но недостаточно острый, как я предполагал. Поэтому табаско сюда. Так. Вот теперь так, как надо. Свежих углей сюда. Процесс продолжается. Все практически готово, осталось только с глазировкой разобраться. Это займет минут 20-30. Готовить при 160 градусах, соответственно, 20 минут хватит. Если при низкой температуре, то и полчаса уйдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая встреча уже за столом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА